Сейчас я надену шляпу, стану ревизором, Ира, к счастью для нее, так и останется Ирой. Мы расскажем несколько важных моментов. Будет много номинаций, как я сказал, мы будем вызывать, объявлять. И, пожалуйста, очень просим, здесь очень яркое освещение, нам с Ирой может быть жарко, выходите быстрее, не ждите, пока мы закончим весь список. Как только вы услышали свою компанию, свою фамилию, фамилию известную вам, может быть, вместо которого вы пришли, пожалуйста, не задерживайтесь, сразу выбегайте. Итак, первая номинация события года. Первая номинация события года, и у нас есть такой замечательный текст. Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. И также незаметно мысль, и только из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой. Писал Лев Николаевич Толстой, чье 190-летие мы будем праздновать в следующем году, не в этом. Но говорим об этом заранее, вдруг вы забудете. Да, и в этом смысле в полной мере подтверждают наши первые номинанты. Ведь из зерен посеяных несколько десятилетий назад выросли могучие дубы, чьи юбилеи мы как раз отмечаем сегодня. Итак, номинанты в этой категории события года. Радио «Книга». Российская книжная палата, которая исполнилась 100 лет в этом году. Торговый дом «Библию глобус», который мы исполнили 60 лет в этом году. Торговый дом «Московский дом книги», которому 50 лет в этом году. Идем в «Московский дом книги». «Московский дом книги» и «Московская международная книжная выставка Ярбурга», которая празднует свои 30 лет в этом году. И, наконец, что он сырое, особенно приятно отметить, в этом году 25 лет издательства «Расмэ». Итак, для награждения победителей мы вызываем на сцену. Владимира Викторовича Григорьева. Заместитель и руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Владимир Викторович откроет конверт. И победителем в этой номинации становится... Спасибо большое, неподражаемое. Спасибо большое, несравненное. Я с большим удовольствием объявляю победителя в этой номинации. Но, собственно, перед тем, как я объявлю, немножко литературного соспенса. Мы на сцене сегодня чествуем состоявшихся людей, состоявшихся компаний. Всех тех, кто доказал всей своей биографией, что найденный способ взаимоотношения с книгой позволяет им выжить 100 лет и более. Кому-то 50, кому-то 20, но мы им всем пожелаем, чтобы они, как и книжная палата, достигли своего столетия. Может, мы будем живы, может быть, наши дети будут чествовать. Но сегодня мы будем говорить, наверное, об удивительном феномене. В прошлом году один выдающийся деятель шоу-бизнеса... Привелся у меня в кабинете со словами, что я очень хочу посодействовать книге и литературе. Представь себе, что Николай Рассарбуев... В Кибете звучат практически в каждом Российском Думе. И для их любимца президента Российской Федерации будет заниматься книгами или будет заниматься... Это было очень сложно. И высказываетесь сомнение, что вряд ли откровенно случится. И надолго ли хватит себе этого задора и увлеченности, что приключится с текстом, написанным Матриенко на тексты Толстого, Достоевского и даже Донцовой. Но, однако, он посетил все конкурсы по расширению частот. И сегодня я могу вам сказать, что 49 городов Российской Федерации в свои лучшие поэморские частоты отдали радиокниге. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что эта номинация, которая достается им, это, конечно же, аванс. Радиокнига вещает всего лишь в двух городах Волгограде и в Москве. Но у нее есть частоты и в Калининграде, и в Владивостоке, и в Хабаровске, и Иркутске. Я могу перечислять весь этот набор. В прошлом году Российская Федерация в лице наших медийных регуляторов согласилась с тем, что радиокнига должна быть во всех практически крупнейших городах России. У радиокниги эти частоты есть. И давайте пожелаем, чтобы в течение уже ближайшего года она начала вещание во всех городах Российской Федерации. И чтобы наслаждались в пробках не только жители Москвы и Волгограда, а их прекрасным программным продуктом. В общем-то, она была популярна во всей стране. Поздравляем радиокнигу и желаем ей состояться как крупнейшая сетевая российская радиостанция. Слава Богу, что для этого есть все основания. Поздравляю. И мы предоставляем слово победителю. Радиокнига, пожалуйста. Ну, ни одна из премий не рождала у меня такой неловкости, потому что слишком, просто не слишком, а великолепная компания, в которой я здесь нахожусь на сцене. И спасибо, спасибо за такую оценку нашего труда. Я думаю, что мы ее в дальнейшем не подведем. А я хотел бы поблагодарить не только Николая Росторгуева. Кстати, когда он начинал это дело, я ему так и говорил, что он сумасшедший, потому что это совершенно невозможная история. И здесь должен быть, как говорили про Зерна, Игорь Леонидович Николенко, второй наш учредитель. Я его не вижу, но должен быть тоже где-то здесь спрятался. Спасибо им. И мы... Это деньги? Да. Спасибо вам. Спасибо. Мы просим победителей номинаций пройти в зал и продолжаем. И в этой номинации у нас есть специальный диплом, инициированный всеми общественными организациями на нашем рынке. Российским книжным союзом, гильдией книжников, ассоциацией книгоиздателей России, ассоциацией книго-распространителей независимых государств. А для его вручения мы приглашаем на сцену Олега Евгеньевича Новикова, члена Президиума Российского книжного союза. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня очень приятная такая и значимая, как мне кажется, номинация. Специальный диплом, посвященный тому событию, которое всколыхнуло не только всю книжную отрасль, но и, по-моему, всех культурных людей в нашей стране. Ну а в дальнейшем, как выяснилось, и всю мировую культурную и книжную общественность. Это то событие, благодаря чему российским книжникам сегодня завидуют во всем мире. Это, уже можно уверенно сказать, наш любимый фестиваль «Красная площадь». И хотелось бы вручить диплом его организатору и творцу Владимиру Викторовичу Григорьеву. От имени Деодровки. Извините, пожалуйста, закрыл несравненное. Ну, во-первых, организаторов, как всегда, у Победы много. Я этим горжусь. У нас сложился такой потрясающий союз неравнодушных людей, которые каждый год, практически, хочется уже сказать, уже столько лет всего-то прошло ничего, делают этот фестиваль. Фестиваль состоялся, он стал частью не просто нашей книжной жизни, стал частью общественной жизни страны, поскольку Красная площадь, любой формат на Красную площадь может попасть только с личного разрешения, или почти практически указа, это распоряжение Президента. У нас ни разу не было даже сомнений, что он состоится. У нас, в принципе, их нет. Нам предстоит небольшая война с комитетом футбольного чемпионата, которая в следующем году хочет узурпировать как раз наши сроки. Я думаю, что вместе с Российским Книжным Союзом, со всеми нашими отраслевыми изданиями, мы отстоим то, чего нам пришлось долго завоевывать. Я очень рад тому, что это фестиваль нравится всем. Нравится и левым, и правым, и людям, которые связаны с книжной культурой, которые впервые знакомятся с тем, что такое русская книга. Что к этому подключился и главный нюрмаг страны, к этому подключился и, по сути, весь штаб коменданта Кремля, исторический музей уже в этом году. В общем, у нас есть еще над чем работать, поскольку у нас Никольская улица не задействована, а монастыри, которые находятся вокруг филиарного исторического музея, тоже не задействованы. Мы ни разу не перекрыли линку, причем Васильевский спуск практически у нас нетронутым остался. Так что, чем больше будет книг и желающих поучаствовать, тем, наверное, будет успешнее фестиваль. В меньшей мере мы на это надеемся. И давайте пожелаем этому фестивалю долгие-долгие-долгие годы жизни и успехов. Спасибо большое. От всех, кто занимается его подготовкой, с большим удовольствием принимаю эту награду. Спасибо. А мы продолжаем. Марк Твен добился своего писательского успеха ровно 150 лет назад. И до этого он был редактором журнала и очень много времени проводил, читая рукописи. Однажды он посмотрел на свою корзину под своим столом и сказал, что если бы он жил в каменном веке, ему бы рукописи приносили на плитах, то он бы давно построил себе огромный дом. Поэтому мы объявляем следующую номинацию. Всем объявляемым приготовиться. Редактор года. И мы подарим в этой номинации две статуэтки. Две? Наши номинанты. Так. Наши номинанты. Это Ирина Гусинская, заместитель главного редактора издательства «Альпина Паблишер». Пойдем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Сергей Дишков, заведующий множеством редакции в издательском доме «Эксмо-СТ». АПЛОДИСМЕНТЫ Это... Это Елена Измайлова, главный редактор издательства «Клевер». АПЛОДИСМЕНТЫ И это Кирилл Красник, литературный редактор издательства «Азбука». АПЛОДИСМЕНТЫ А для объявления победителей в этой номинации мы приглашаем на сцену Светлану Зорину. АПЛОДИСМЕНТЫ И победителем в этой номинации становится... Я с большим удовольствием вскрываю этот конверт и хочу рассказать небольшую предысторию. В этом году конкурс «Ревизор» был необыкновенно напряженный. Борьба среди его участников и номинантов была самая-самая наиострейшая. И споры нашего жюри во время подведения итогов голосования, и интернет-голосования, и голосования экспертов, ну, просто зашкаливали споры. И поэтому... Что же мы решили? Сейчас я вам оглашу. Итак, победителями в этой номинации становятся... Кирилл Красник, литературный редактор издательства «Азбук». И Сергей Тишков, заведующий редакцией колдинга «Эксмо АСТ». Поздравляю! Что это за подарки? Это замечательные билеты в Электротеатр Станиславский, которые действуют в течение всего года. Пожалуйста, наслаждайтесь спектаклями. И я благодарю нашего партнера и надеюсь, что Электротеатр Станиславский станет действительно настоящим и долгим партнером нашего конкурса «Ревизор». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. А мы продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтение — это творческий процесс в жизни каждого писателя, говорил Стивен Кинг, 70-летие которого мы отмечаем в этом году. Я беру книгу с собой везде, всегда и при каждом удобном случае погружаюсь в чтение. И это, надо сказать, только одно из его семи правил, которые помогли ему продать около 350 миллионов книг. Трудно спорить с одним из самых продаваемых авторов мира, не правда ли? И мы объявляем следующую номинацию — «Продавец года». Соучредитель номинации — «Ассоциация книгроспространителей независимых государств». Наши номинанты… Бутыгин Александр Владимирович — «Продавец сети книжных магазинов Читай-город Екатеринбург». Быков Дмитрий Владимирович — «Продавец сети книжных магазинов Читай-город Ижевск». Высочинский Александр Владимирович — «Продавец сети книжных магазинов Читай-город Саратов». Марченко Светлана Викторовна — «Продавец сети книжных магазинов Читай-город Пенза». И, наконец, Симонова Светлана Владимировна — «Продавец-кассир Московского дома книги на Новом Арбате». Вот смотрю, знакомое лицо. Рад вас видеть. И для объявления победителей мы приглашаем Анатолия Владимировича Горбунова, вице-президента Ассоциации книгораспространителей независимых государств. Издавна известно, что главной фигурой в книжной торговле является «Продавец». В нашем отечественном книгораспространении много замечательных книгопродавцев, много великолепных виртуозов этой замечательной профессии. Но среди тех, кого сегодня мы награждаем, всего пять человек. Позвольте мне огласить лучшего, кого сегодня жюри определило лучшим продавцом страны. И победителем в этой номинации становится... Симонова Светлана Владимировна, «Продавец-кассир Московского дома книги». Поздравляем! Поздравляем всех участников! Поздравляем всех участников! Не расходитесь! И у нас еще есть дополнительные подарки. Это всем финалистам в этой премии очаровательный набор из чая и кофе для приятного времяпрепровождения в компании. С книгой! В компании с книгой, с чаем и с кофе. Спасибо большое! Большое спасибо вам! Мы продолжаем! Литература — это вечное сражение. Если вы не победите слово, то оно победит вас, считал русский писатель, поэт, драматург и журналист Валентин Петрович Катаев, чей 120-летний юбилей мы отвечаем в этом году. Я уверен, что номинанты следующей номинации полностью с ним согласны, и мы рады объявить номинацию «Журналист года». Соучредитель номинации «Франкфургская книжная ярмарка». Пожалуйста, приготовились. Далина Олег Жданов — литературный обозреватель «Красомольский правды. РУМ». Лариса Пульсон — главный редактор портала «Книги моей жизни» — литературный обозреватель. Далина Юзефович — литературный критик, книжный обозреватель с сайта «Медуза». Для объявления победителя мы приглашаем Анастасию Милехину, руководителя Центра немецкой книги в Москве. И победителем в этой номинации становятся, дорогие друзья, в этой номинации у нас снова два победителя. Победитель номер один — Клариса Пульсон. И победитель номер два — Галина Юзефович. Друзья, будучи членом экспертного совета и участвуя в этих, вот кто-то из предыдущих ораторов сказал, что, а, Светлана сказала, что у нас были жаркие споры. На самом деле, я вот хотела бы отметить, что именно каких-то споров, вот в смысле баталий каких-то, вот у нас правда там не бывает. Вот мы как-то очень прислушиваемся, с большим уважением относимся к мнениям друг друга и всегда-всегда-всегда находим какой-то вот, приходим к консенсусу, находим такой вариант, который устраивает всех. Это как-то очень приятно, очень ценно. А всем журналистам, которые в этом году были заявлены вот в качестве номинантов на эту премию, они действительно, они все прекрасны. Во время обсуждения мы про каждого говорили хорошие слова, и я хочу не только финалистам вот шорт-листа, но и всем тем, которые, журналистам, которые были заявлены в этой номинации, сказать огромное спасибо за ваш ум, за ваш труд, за то, что вы вот несете вот это какое-то правильное, доброе, хорошее слово. И являетесь такими вот, как сказать, проводниками такими, да, совершенно верно, вот в этом, в мире книг. Спасибо вам большое. Мы бы хотели предоставить слово победителям, если вам есть что сказать. Чтобы журналисту не было чего сказать, сами понимаете, такого быть в принципе не может. Скажу за себя, думаю, что ко мне присоединится и Галя, и Олег. Знаете, нашим делом можно заниматься только по любви. Никаких других поводов, в общем, кроме любви нет. Поэтому, ну, что называется, за любовь. Спасибо вам, ну и коллегам. Я хотела бы сказать спасибо, во-первых, всем организаторам этого конкурса, а во-вторых, я хочу еще сказать, и опять-таки, я надеюсь, что коллеги со мной согласятся, что человек, пишущий про книги, это не только человек, это еще и площадка. Я хочу поблагодарить моих коллег из Медузы за то, что они многие годы самоотверженно терпят книжную рубрику, поддерживают меня, чем могут. Спасибо, мои дорогие коллеги, спасибо вам всем, потому что мне кажется, что действительно, абсолютно согласна с Ларисой, чай не нефть. И мы занимаемся этим, потому что любим, и нам важно, что вы это отметили. Спасибо. Спасибо вам. И еще у нас есть дополнительные призы в этой номинации от компании «Озон.ру», и Алексей Кузьменко, руководитель книжного направления, вручит вам их сейчас. Алексей. На самом деле, любое слово о книге, помимо культурной просветительской функции, для нас еще и коммерческую функцию имеет. Мы сами иногда удивляемся неожиданному взлету продаж, как казалось бы, книги, на которые, в общем, ни маркетинг, ни кто-то еще не обратил внимания. А вот уважаемые наши введители в своих прекрасных материалах так описывают эти книги, что читатели наши, клиенты и покупатели, они не могут быть равнодушными и голосуют своим рублем за это. Побольше слов о книге, побольше материалов, побольше продаж, побольше любителей. Поздравляю вас. Спасибо. В 1994 году студент Джастин Хоу впервые начал вести книги на интернете. Иногда, правда, создателя первого блога называют известного программиста Дэйва Вайнера. И мы рады объявить нашу новую номинацию в нашем конкурсе. Это номинация «Блогер года». И номинанты в этой номинации у нас Ольга Миклашевская, ведущая блога, видеоблога Ольга Миклашевская. Пожалуйста, Ольга. Это Дмитрий Гасин, ведущий проекта видеоблог Дмитрия Гасина. Пожалуйста, Дмитрий. И Тамара Хакимова, ведущего канала «Приют мысли». Для объявления победителей мы приглашаем на эту сцену Михаила Иванцова, генерального директора Объединенной розничной сети «Читай-городных войск». Добрый день. Победитель Тамара Хакимова, ведущая канала «Приют мысли». Поздравляю, Тамара. Вы бы хотели предоставить слово «Кручающему прелесть». Ну что можно сказать? В общем, это подрывная инновация блогера, которая должна взорвать и уже взорвает мировые СМИ. Я, в общем, участвую в этом же. Я смотрю блогеров, смотрю блоги. И смотрю их существенно чаще, чем телевизор, который практически не смотрю. Ну и что вам пожелать? Ну есть Зоэлла, знаменитая девушка онлайн, автор, блогер, писательница, из которой, например, ведущая английская сеть давно с ним заключила контракт на продвижение книг. И она это продвигала так, что у них действительно книги взлетали эти продажи до небес. Поэтому мне хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы кто-нибудь вырос у нас тоже такого же масштаба величину, и мы бы заключили с ними контракт и продвигали бы книги, и было бы это здорово. Большое спасибо. Я бы хотела попросить сказать, Тамара, какие вы, может быть, два слова? Добрый день, дорогие друзья. Вы, конечно же, друзья. Потому что, вы знаете, когда я решила участвовать в конкурсе «Ребизор», я не ожидала, потому что, посмотрите, такой, я бы сказала, просто сам. Потому что это человек, у которого масса подписчиков, который влияет уже на книжную торговлю, ну а я просто библиотекарь, понимаете, библиотекарь-блогер. И моя задача была, чтобы читатели приходили в библиотеку. И поэтому, когда мне пишут дети, что благодаря вам мы записались в библиотеку не из нашего города, а из городов всей нашей страны, то я счастлива, понимаете, я просто счастлива, что дети читают, что они обнаружили, что существуют библиотеки, а не только книжные магазины. И поэтому идем вдвойне счастлива. И хочу сказать спасибо моим коллегам, потому что мы все общаемся. Мы все, мне кажется, просто хорошие друзья. Смотрим друг друга. И когда я сегодня увидела, как Оля заходит, я прямо обратно. Снима. Просто счастье. Спасибо вам большое. Так что спасибо вам. Михаил Викторович Варсов выручает дополнительные награды, сертификаты от компании «Читай город». Да? Да. Хорошо. Это сертификаты, наши подарочные, победителям. Большое спасибо. Мы были субъективными на нас, в следующий зал, а мы продолжаем. Спасибо вам. Дима, складывай. Это я пока положу, что ты так не забываешь. Ставш, ну что ты читаешь? Я вот читаю прямо, да, я прямо сейчас прямо читаю книги. Сколько тебе лет? Скоро 8, а пока 3. А, ну, прекрасная фраза. А моя любимая вот такая. А из замужа обратно выйти можно? Да, конечно, вы узнали, что это цитаты из прекрасной книги от 2 до 5 Корнея Ивановича Чуковского, чье 135-летие мы отмечаем в этом году. И Корней Иванович, как мы все знаем, самый тиражный и самый популярный автор в нашей стране до сих пор. До сих пор, да. И поэтому мы с радостью объявляем номинацию, которая, очевидно, связана с тиражными авторами. что Корней Иванович издавался не просто кем-то, а издателями. И мы подходим к очень важной для нас Сашей номинации и с радостью вам ее объявляем. Номинация издательства года. Мы сразу скажем, что в этот раз мы подарим три статуэтки. Наши номинанты. Наши номинанты. Это издательство Просвещение. Это издательская группа АСТН. И, наконец, всеми нами любимое издательство Мозаика. Синтез. Для объявления победителя мы приглашаем на сцену Леониды. А где же Олег Евгеньевич, а где же АСТ? АСТ. АСТ. Кто представит АСТ? Идет АСТ. Прекрасно. Так вот, для объявления победителя мы приглашаем на сцену Леонида Леонидовича в Палько, управляющего вице-президента Российского Книжного Союза, генерального директора издательства. Уважаемые коллеги, друзья, у нас большой праздник, эта неделя вся будет в этой ситуации. Но то, что вот ревизор это знаменует и начинает, это вообще прекрасно. Сразу скажу, есть определенная степень интриги, и потому мне очень понравилось, что Вазайка Синтас пришла еще с дочерью. Я бы дочь тоже пригласил сюда, потому что я выживаю в этом определенную преемственность. Ради них мы только стараемся. Проедите тоже сюда, пожалуйста. Потом мама поддержать, если вдруг не так что будет. Достаточно такая интригная история была, жюри рассматривала это. Было у нас семь номинантов, которые попали только в шорт-лист, потом пять, потом три издательства, которые стоят сейчас на сцене с малым разрывом, прошли в этой ситуации. И действительно Светлана звонила мне, давайте как поступим, как в этой ситуации, номинально подойти ли или номинально. Я поступил совершенно так, считаю, понормально. Я пришел нашим президентом. Сергей Вадимович, как бы, я считаю, мудрый человек и в принципе поселиваю, что такая-такая ситуация, можно будет маленький издательство, можно будет выделить издательство просвещения. На что мне Сергей Вадимович сказал обнушенную фразу? Они же все хорошие. Чего мы будем здесь из этого создавать интриг? Итак, ситуация такая. Сегодня номинанции у нас получаются три призера. Среди крупных издательств это издательская группа АСТ, Эксмол. Из учебных издательств это издательство просвещения. Я вам сразу скажу, что кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, в рейтинге мировых насколько продвинулись наше издательство АСТ, Эксмол и просвещение в рейтинге мировых. 38 место и 47 место например, АСТ сразу на 10 пунктов шло вперед. Это достаточно такой большой показатель, который никогда не знал. Ну и самое главное издательств, которые так называемые домашние, которые близкие, родные мне, по крайней мере, с таким же маленьким издательств, это, конечно, Мазаика Синдес. и я с удовольствием поздравляю и говорю. Вот такая наша красная передача. Спасибо всем. Кто скажет о номинациях? Пожалуйста. Мне очень приятно, конечно, что нас наградили. Для меня это неожиданно. То, что нас выдвинули вообще на эту номинацию. И я, честно говоря, была уверена, что, конечно, нам ничего не дадут, когда рядом с нами АСТ, просвещение. А когда начали объявлять, я думала, хорошо, это крупное издательство, это учебное. Как же нас объявят? Тоже мне было это очень интересно. Ну, и получается, вот у нас мы где-то там 12-й в рейтинге, если среди всех российских издательств. И вот первые два у нас три крупные издательства, все остальные уже не крупные. Потому что рынок так своеобразно поделен, что два крупных издательства занимают львиную долю. Я не знаю, правильно ли это. И еще, что бы я хотела сказать. Вот тут вот ведущие такую смешную фразу говорили, что вот посеяли зерна, выросли великие дубы. Ну, и зерен дубы не вырастают. И зерен вырастает то, что посеяли. И издательство, на мой взгляд, в наших руках сеять умное, доброе, вечное. И от нас во многом зависит от издателей. Будущие страны и наши дети. Поэтому вот тот бизнес, которым мы занимаемся, его и бизнесом, не назовешь, это то, что доставляет радость, счастье. Самая интересная профессия, это издательская. Издатели меня поймут. потому, что здесь и творчество, и какая-то миссия все вместе. Вот. Я поздравляю всех с нашим совместным праздником и с юбилеями, и благодарю за то, что нас как-то выделили. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok